Актуальные вопросы о жизни города. Компетентные ответы из первых уст. Какие проблемы волнуют петербургцев и что делают власти города, чтобы их решить? В прямом эфире программа «Петербург. Город решений». Меня зовут Юрий Щербаков. Здравствуйте. Год назад, 5 марта, в Петербурге был официально зафиксирован первый случай новой коронавирусной инфекции. Насколько оперативно система здравоохранения перестроилась на борьбу с ковидом? Какие решения и почему принимали городские власти и региональный Роспотребнадзор? Как город наш пережил пандемию? И помогает ли вакцинация переломить ситуацию? Сегодня на связи со студией председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич. Добрый вечер. И главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев. Денис Александрович, добрый вечер. Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер, Дмитрий Геннадьевич. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Итак, связь с экспертами установлена. Уважаемые телезрители, задать вопросы нашим гостям можно по телефону прямого эфира, а также в официальной группе телеканала Санкт-Петербург ВКонтакте. Все координаты внизу на ваших экранах. Итак, с начала пандемии в России зафиксировали 4 миллиона 300 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции, из которых почти 372 тысячи. У нас в Санкт-Петербурге выздоровели 310 тысяч 751 человек, скончались 11 тысяч 274. Это таковы официальные цифры за год. И в связи с чем вопрос, вот после несложной арифметики, у нас получилось, Дмитрий Геннадьевич, 50 тысяч человек сейчас болеют коронавирусом. Правильно мы посчитали или здесь другая арифметика совершенно? Достаточно точно все вы рассчитали. В настоящее время, если говорить суммарно о пациентах, которые болеют как коронавирусной инфекцией, так и другими респираторными заболеваниями, подозрительными на коронавирусную инфекцию, 89 тысяч человек. Могу сказать, что сейчас это количество меньше пикового, которое мы фиксировали в декабре на 42%. И все же первый случай зафиксировали в Китае, я напомню, в конце еще осени 2019-го, в декабре уже тоже 2019-го была объявлена эпидемия. Понятно же было наверняка, что рано или поздно коронавирус придет и в Россию, и в Санкт-Петербург, Дмитрий Геннадьевич. Или это ошибочное мнение? Почему невозможно было, например, заранее подготовиться к этому, запасти средства индивидуальной защиты, необходимые аппараты поставить, в том числе искусственной вентиляции легких и так далее? Вот парируйте. Ну, во-первых, напомню, что первые случаи действительно групповых заболеваний были зафиксированы в Китае в конце декабря. Чрезвычайную ситуацию Всемирная организация здравоохранения признала, по-моему, 30 января, а пандемию она объявила Всемирная организация здравоохранения 11 марта. Собственно, с 11 марта Российская Федерация закрыла авиасообщение. Масштаб этой пандемии, я думаю, даже в мае или в июне уже прошлого года можно было в полной мере представить себе сложно. Важно не то, скажем так, сколько у нас было запасов в тремя на складах, а готова ли была система Санкт-Петербурга в частности, мы обсуждаем ее, оперативно трансформироваться для того, чтобы обеспечить оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Ну, действительно, если мы не про предсказания, существует ли какой-то, ну, так скажем, протокол в подобных ситуациях, как действовать, как перестраиваться? Можно ли сказать, что система здравоохранения, в принципе, готова мобилизоваться по такие события, и это было как раз испытание, демонстрация того, как действует наша медицина, как действует наша система здравоохранения? По шаговому протоколу, естественно, начало пандемии, по шаговому протоколу не существовало под такие инфекции, но достаточно оперативно, по факту, это к началу апреля уже были сформированы рекомендации Министерства здравоохранения о том, каким образом должны быть готовы медицинские организации к приему и оказанию помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, в том числе или прежде всего для обеспечения эпидемиологической безопасности. И в течение месяца Санкт-Петербург обеспечил необходимое количество коек. Вы сказали протокола, как такового, в принципе, протокола не существовало, приходилось в оперативном формате принимать решения, но если мы возьмем, например, исторический пример той же Испанки, тоже же была инфекция, тоже примерно такого же формата развивались события, я понимаю, конечно, предсказать невозможно, но там был какой-то алгоритм действий, уже отработан. Мы, видимо, по-разному с вами понимаем слово протокол. Протокол – это детальное описание действий. Непонятно, какая инфекция, как она распространяется, как активно она передается. Поэтому детально, естественно, никакой инфекции, первую выявленную, подготовиться невозможно. Общие правила о том, как действовать при возникновении особо опасной инфекции, ну, конечно, мы себе себе представляли. Ага, то есть, видимо, я некорректно сказал, не протокол, а вот система действий, алгоритм действий, ну, вы как раз уже и прокомментировали, что здесь был определенный алгоритм действий, по которому, в принципе, принимая дополнительное оперативное решение, действовали власти Санкт-Петербурга. Большое спасибо за ответ, будут еще вопросы, но пока что я еще раз предлагаю вспомнить, что, значит, марта 2020 года, новая коронавирусная инфекция, о которой во всем мире мало что известно, но вот один за другим начинают поступать пациенты с ковидом, и, конечно же, клиническая больница имени Боткина принимает первых пациентов. Денис Александрович, а готовы ли были в больнице к такому развитию событий, ну, вернее, с самого начала, если мы возьмем, вот в марте, когда с одного, это практически в геометрической процессе и так разрослось? Да, Юрий, наша больница, будучи по профилю инфекционной, готова к приему любых инфекционных больных, да, даже включая самых высококонтагиозных. С учетом той ситуации, которая складывалась в мире в начале года, уже к 22 января больница была подготовлена, было проведено ряд организационных мероприятий по увеличению коечного фонда больницы, в том числе реанимационных коек. Позднее мы приостановили плановую хирургическую, прием хирургических больных, плановую акушерскую помощь, приостановили прием детей, расширили возможности гемодиализного отделения, и тем самым всю нашу новую площадку по адресу Пискаревский, 49, подготовили к приему коронавирусных инфекций. Безусловно, в начале это были единичные пациенты, вот начиная с 5 марта, и исключительно пациенты, которые возвращались из-за рубежа. И где-то, наверное, уже к концу апреля, в начале мая впервые стали поступать пациенты, которые уже никуда не выезжали за этот период, а проконтактировали уже внутри города. И тогда, на самом деле, для нас стало понятно, что данная ситуация не ограничится единичными случаями, да, и инфекционный процесс, инфекционное заболевание будет развиваться большими темпами, что и, в общем, подтвердилось уже буквально на глазах. И вот хочется уточнить у вас, какой эксперта, были ли моменты, когда в больнице вовсе не хватало свободных коек? И часто ли так случалось? Ну, на самом деле, больница практически всегда заполнена на 95 и больше процентов, и количество свободных коек освобождается только за счет выписанных пациентов. И мы старались в день выписывать порядка 10% общего количества пациентов, и буквально в течение следующего дня эти освободившиеся койки занимали новые пациенты. Да, были, скажем так, по времени пиковые нагрузки, это вот как раз где-то конец мая, начало июня первая волна, и вторая половина, конец декабря вторая волна. Но еще раз говорю, мы максимально имели возможность выписывать пациентов. Дальше у нас была возможность переводить пациентов, которые имели улучшение течения заболевания, надолечивание, и в Линэкспо прежде всего, что тоже позволяло освободить дополнительный коечный фонд для тех пациентов, которые нуждались в госпитализации. Можно ли сказать, что поступали в больницу наиболее тяжелые случаи? Ну, на самом деле, легких пациентов у нас нет. В основном это пациенты средне-тяжелые и тяжелые. Ну, соотношение такое, что тяжелых пациентов от 25 до 30% от общего количества больных, получающих терапию. Вот из общего количества такие цифры. Но средне-тяжелые тоже бывают разные. Средне-тяжелые могут ближе к легкой форме. Но в основном наши пациенты, они все ближе, даже если средне-тяжелого течения, но ближе к тяжелому. Большое спасибо за ответ. Но еще раз я напомню, что 5 марта 2020 года поступил в Ботганскую больницу первый пациент. Сегодня общее число инфицированных ковидом, кого приняли врачи и клиники, приближается к 11 тысячам человек. О специфике работы от первого зараженного и до наших дней в материале Кирилла Родиона. Первым пациентом, кто был доставлен на лечение в Ботганскую больницу с подтвержденным коронавирусом, год назад оказался итальянский студент-медик. Он приехал учиться в институт имени Мечникова. Поступил к Владимиру Капацине. Заведующий шестым отделением особо опасных инфекций вспоминает, сомнений, с чего начать лечение тогда не было. На тех туристах и иностранных гражданах, которые возвращались с симптомами остальных респираторных заболеваний, уже была отработана маршрутизация пациентов. То есть мы были готовы к тому, что с дня на день это начнется, потому что по стране стали фигурировать уже сообщения о том, что выявили, и в Москве уже были. Так что это было в состоянии полной готовности. Как стало понятно позже, иностранец перенес заболевание в легкой форме и выписался уже через две недели. Как признаются врачи, своих первых пациентов помнят по имени, но это длилось недолго. Уже через месяц число заболевших стало расти в арифметической, а затем и геометрической прогрессиях. До сих пор нет одного сценария, по которому лечат от коронавируса. В Боткинскую, как правило, поступают люди с множеством хронических заболеваний. Поэтому в больнице исповедуют главный принцип – лечить пациента, а не болезнь. В том числе и тех, кто готовится стать мамой. Кто-то беременный приходит и беременный уходит. Кто-то беременный приходит, мы роды разрешаем, и уходит с ребеночком. Но все ситуации индивидуальны, и все по-разному происходит. Всего за время пандемии в этих стенах излечились 700 таких пациенток. Общее же число всех госпитализированных в клинику с коронавирусом за год приближается к 11 тысячам. Ну и есть еще один вопрос, Денис Александрович, вам, который хотелось бы задать. А попадали ли в стационар пациенты повторно? Ну, скажем, перенесшие ковид в первую волну, они уже во вторую волну возвращались осенью. Есть ли какая-то статистика на этот счет? Вы знаете, Юрий, на самом деле таких пациентов, которые как бы два раза инфицировались ковидом, наверное, нет. Да, были пациенты, которые повторно поступали через какое-то время, но это были прежде всего пациенты либо с антибиотико-ассоциированным поражением кишечника, так называемым псевдонозным колитом, и псевдомибронозный колит достаточно тяжело протекал у таких пациентов. Это был тот период, когда, и это не обязательно пациенты первый раз лежали у нас, они лежали во многих стационарах, когда по тем же временным методическим рекомендациям назначались антибиотики. И вот после такого массивного приема антибиотиков у пациентов развивалось это поражение кишечника. А пациентов с повторным заражением мы в своей клинике не наблюдали. Мы видели пациентов с повторным заболеванием на фоне одного и того же заражения. То есть когда ковидная инфекция принимала волнообразное течение. Такие пациенты были, но тоже их было на самом деле немного, буквально там в районе, может, 10-15 человек. Корректно ли сказать, что, например, я переболел коронавирусом, получил отрицательный результат, и впредь могу не бояться, что я выздоровел и больше не заражусь, потому что у меня теперь есть антитела? Как вы считаете? Если у вас действительно в крови циркулируют антитела, в хорошем титре, да, вы не заразитесь повторно и не заболеете. Ну просто нужно периодически проверять организм на антитела, на их количество, наличие. Безусловно, безусловно. Безусловно, к сожалению, да. Я просто хотел добавить, что, к сожалению, да, не всегда, особенно у пациентов, которые легко перенесли коронавирусную инфекцию, длительно сохраняются антитела в высоком титре. Да, поэтому действительно, как вы правильно заметили, нужно периодически на них смотреть, проверять титры этих антител. Большое спасибо за совет. Ну и еще интересно относиться к больнице имени Боткина. Много ли изменений в стационаре произошло за время пандемии? Причем я не только про бесценный опыт, но и про те технологии, то дополнительное оборудование. Поступало ли оно? Необходимо ли оно было? Безусловно, безусловно. Поступало достаточно большое количество нового оборудования. Это и лабораторное оборудование. Закупались автоматические пробоподготовщики для ПЦР-анализа. Закупались автоматические анализаторы, бактериологические анализаторы. Кислотно-щелочного состояния анализаторы мы тоже покупали. И поскольку мы доразворачивали реанимационные койки, в настоящее время у нас 40 реанимационных коек, естественно, покупалось все оборудование для этих новых коек в реанимации. Это и аппараты ИВЛ, и мониторы, и инфузоматы, и так далее, и так далее. Кроме того, для оказания помощи в боксах для пациентов были закуплены мобильные рентгенологические аппараты, переносные аппараты УЗИ, что тоже очень важно. И были закуплены три аппарата для продленной гемодиафильтрации, которые нам позволяют, скажем, помогать самым тяжелым категориям пациентов. То есть, действительно, большое количество оборудования было закуплено. Ну и безусловно, я думаю, вы согласитесь, как и многие специалисты, что тот бесценный опыт, который был получен в течение обеих волн, он поистине важен и нужен для решения аналогичных проблем, которые имеют место быть в нашей жизни. Но вот если, Дмитрий Геннадьевич, мы обращаемся к вам относительно волн пандемии, первая, вторая, вам какая показалась наиболее сложной и психологически, и технически? Первая, потому что это было буквально как снег на голову, внезапно так все развивалось, никто не мог предсказать. Или же все-таки вторая, которая по количеству зараженных была гораздо больше первой? Естественно, первая волна, я думаю, не буду оригинальным, для каждого из тех, кто был вовлечен в борьбу с ней, была наиболее тяжелой, потому что фактически приходилось не только заниматься оказанием медицинской помощи пациентам, но и мы столкнулись с инфекцией, с которой не имели никогда дела раньше. Это первое. И второе, приходилось фактически параллельно готовить систему к оказанию помощи, постоянно разворачивая, вводя в строй все новые и новые мощности. Ну и в том числе хочется отметить, что в первую очередь на передовой всегда были медицинские работники, которые рисковали и жизнями, и своим здоровьем, контролируя ситуацию с пациентами, которые к ним поступали. И вместе с тем я слышал, во всяком случае, об этом, что некоторые медработники, дабы не отвлекать, сами заражались и дабы не отвлекать, и без того загруженный медицинский сектор, ждали до последнего. И уже в тяжелом только состоянии поступали. Много ли медработников в Петербурге переболели коронавирусом? Дмитрий Геннадьевич. Официально признано заболевшими при исполнении трудовых обязанностей, без малого, 14 тысяч медицинских работников. Это те, которые работают в городских учреждениях. Да, а суммарно, с учетом и федеральных учреждений, расположенных в городе, 16,5 тысяч. 16,5 тысяч медицинских работников пострадали в результате коронавируса, болели коронавирусом, так или иначе. А сколько специалистов погибли? Я имею в виду, что они заболели, исполняя свои трудовые обязанности. Естественно, заболевших медицинских работников больше, но часть из них мог инфицироваться, так же, как и другие жители города, где угодно. В бытовом формате. А если мы говорим про погибших, которые спасали жизни пациентов, и о каком количестве медицинских работников идет речь? Буду оперировать только достоверными цифрами, что называется официальными. Признаны комиссиями медицинских организаций 55 погибших медицинских работников, которые погибли именно заразившись при исполнении трудовых обязанностей. Понятно, что медицинских работников, которые умерли в Санкт-Петербурге во время пандемии, больше, но точно так же они могли инфицироваться и бытовым путем. Но по каждому случаю, о котором становится известно Комитету по здравоохранению правительства города, естественно, проводятся детальнейшие расследования для того, чтобы никто из родственников умерших медицинских работников не остался без помощи. Вот к слову о помощи. Как обстоят дела с выплатами медикам и тем, кто пострадал, пострадало здоровье и те, кто погиб их семьям? Во-первых, выплаты в Санкт-Петербурге, как и в других субъектах, они осуществляются как медицинским работникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, а также медицинским работникам, которые заболели при исполнении трудовых обязанностей. И надо сказать, что в Санкт-Петербурге, в первом городе Российской Федерации, дополнительные выплаты за счет регионального бюджета стали оказываться еще во время выплачивания первой волны. И причем выплачиваются не только медицинским работникам, но и другим работникам, водителям скорой помощи, диспетчерам, которые работают на скорой помощи, но кто взаимодействует, либо подвержены риску инфицирования. И эта практика продолжена и сейчас, уже на излете второй волны. Точно так же все те, кто пострадали, получат выплаты. И те медицинские работники, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, точно так же получают выплаты. Большое спасибо за информацию, Денис Александрович. Ну и перед небольшой паузой успеем еще вам вопрос задать. Денис Александрович, у вас все ли специалисты получили всю необходимую помощь? Много ли врачей переболело ковидом среди специалистов в вашей больнице? Ну, если говорить о врачах, то у нас на сегодняшний день переболело ковидом 173 врача. Все медицинские работники, которым положены выплаты, все их получили в полном объеме. Каждый случай действительно был рассмотрен на комиссии, да, принималось комиссионное решение. И всем, кому было положено, были выплачены все необходимые финансовые средства. Большое спасибо за информацию. Я напоминаю, в прямом эфире программа «Петербург. Город решений». Стоит ли опасаться третьей волны коронавируса и насколько вакцинация может переломить ситуацию? Обсудим во второй части программы. Вопросы от зрителей ждем не только в официальной группе телеканала «Санкт-Петербург ВКонтакте», но и по телефону прямого эфира. В прямом эфире программа «Петербург. Город решений». Сегодня говорим о том, как северная столица вместе со всей Россией и миром уже год борется с коронавирусом. К участию в эфире присоединяется наш интернет-обзреватель Полина Грань. Полина, я напомню, редакционное задание было следующим – собрать ключевые моменты начала пандемии COVID-19. Так что тебе слово. Юра, конечно, ни одна страна в мире не оказалась готова к такой масштабной ситуации, к такой пандемии. Напомню, что первые страшные новости к нам пришли из китайского города Уханя. Именно там началась вспышка коронавируса. Город оперативно закрыли как на въезд, так и на выезд. Из него нельзя было выбраться без уважительной причины. На границе появились блокпосты, на которых специалисты не только контролировали поток машин, но и измеряли температуру всем, кто хотел выехать из Уханя. Работа общественного транспорта, метро, паромов и рейсов дальнего следования была временно приостановлена. Центральные улицы города мгновенно опустили. Вы можете видеть это на экране. Но настоящий апокалипсис. От такого зрелища лично у меня идут мурашки по телу. Следующие новости начали поступать из Италии. Казалось, в стране такое количество заболевших. Это просто был невероятный масштаб. Жители города обязали не покидать свои квартиры и дома. И даже несмотря на это, эпидемия распространялась молниеносной скоростью. Медицинские службы не справлялись с количеством пациентов. Хочу поделиться своими впечатлениями. В Италии у меня живет подруга. И все новости я узнавала, можно сказать, из первых рук. Вот несколько ее постов в социальных сетях. Честно, от таких новостей мне становилось немножко не по себе. Но, между тем, не могу не отметить итальянский боевой дух. Оптимизм и романтика не покинули жителей даже в столь трудные времена. Ролики, которые моментально разлетелись по всему интернету. Жители встречали медицинских сотрудников аплодисментами, целыми домами. Смотрели фильмы на проекторе и даже пели. Я попрошу нашего звука режиссера включить небольшой фрагмент видео со звуком. Не могу с вами не поделиться. Хочу еще коротко сказать о приятном, а именно об ослаблении ограничений в других странах. Сразу хочу отметить, конечно, несмотря на то, что болезнь отступает, Думаю, что со многими ограничениями нам придется столкнуться, ну, если не навсегда, то уж точно на долгий период. И всем странам придется привыкать к новой жизненной реальности. Так, например, в Нью-Йорке решили проблему в одном из американских стейкхаусов. Так он возвращается к новой жизни после коронавируса. Там появились вот такие восковые фигуры. Жители города могут пообедать с Одрих Хёбберн, Джимом Феллоном и другими актерами и телевизионными знаменитостями. И даже сами звезды приходят в этот ресторан, чтобы пообедать с собой. Мне кажется, что это очень хороший способ поднять жителям, во-первых, настроение после тяжелого года, но, во-вторых, таким образом ограничить количество мест и посетителей в ресторане и тем самым соблюсти социальную дистанцию. Кстати, вернусь немножко в Ухань. Между прочим, спустя 9 месяцев после полного локдауна город объявил о победе над коронавирусом и снова начал жить полноценной жизнью. Там открылись кафе, рестораны, кинотеатры, снова заработал общественный транспорт, начали работу продуктовые рынки. Ну и возвращаясь к жизни в Петербурге, хочу задать несколько вопросов от пользователей в социальных сетях. Так, например, Марина Шершова пишет. Вот так после января и всех по домам удивительное дело, как молниеносно завершилась инфекция и сошла на нет. А Галина Кузнецова переживает, что велик риск третьей волны и болезнь может стать еще страшнее. В связи с этим у меня вопрос, как все-таки Петербург справляется с коронавирусной инфекцией и не может ли быть такого, что коварная болезнь вернется с еще большим размахом. Большое спасибо за вопрос. Я думаю, что мы его зададим буквально через несколько минут. Сразу после того, как примем телефонный звонок, который поступил во время прямого включения. Относительно выплат я попрошу наших режиссеров вывести. Ну и пока подготавливается этот звонок, хочется отметить, что в Петербурге продолжается вакцинация. Вторую часть как раз нашего эфира мы посвятим вакцинации. Ну пока подготавливают звонок все-таки, Дмитрий Геннадьевич, давайте ответим на вопрос пользователей социальных сетей. Успешно ли Петербург справляется с коронавирусом или все-таки стоит опасаться возвращения коварной болезни, я так предполагаю, третьей волны? Вот о ней речь, потому что в некоторых странах уже называют. Наступила третья волна. В Петербурге насколько возможна эта ситуация? Во-первых, мы за эти две волны вынесли как минимум то, что нужно очень осторожно оценивать любые наши успехи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Поэтому я скорее, если меня спросить о том, будет третья волна или нет, скажу, что вероятность этого возможна. И собственно поэтому, опять же возвращаясь к тому, что наиболее эффективным способом для профилактики является вакцинация. И мы видим, что в некоторых странах Европы все-таки есть повышение заболеваемости. Связано ли это с новыми типами вируса, либо все-таки с активацией уже фиксируемых генотипов. Сложно сказать, но как бы то ни было, лучше в данной ситуации, скажем так, принять чрезмерные меры, чем что-то не доделать. Я думаю, что мы еще про вакцинацию непосредственно поговорим в этом эфире. Но прежде как раз подготовили в прямом эфире звонок. Вы в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут, Алла? Да, здравствуйте. Как вас зовут? Лариса. Да, Лариса, в чем ваш вопрос? Мой вопрос состоит в том, хотелось бы прояснить ситуацию с выплатами 300 тысяч переболевшим медикам. Моя дочь, она медик, она болела в ноябре, у нее подтвержденные все документы собраны, но акт она не может получить, с которым она должна идти по месту регистрации, и тем, чтобы получить эти 300 тысяч, потому что говорят, что по распоряжению правительства Петербурга эти выплаты 300 тысяч приостановлены. То есть ей сейчас обещают выплаты 68 тысяч, те, которые ФСС платит. И она не одна такая. То есть эта ситуация, ну то есть много медиков, да, которые перевалили в ноябре и декабре, и документы сдали в январе, соответственно, да, то есть им пока не подписывают их. Ситуация ясна, Лариса, а какое медучреждение, какая больница? Ой, а можно я не буду говорить, у меня дочка не разрешает говорить, какое медучреждение? У нас есть проблема, но мы о ней не скажем. И Боткинская, кстати, тоже. Один знакомый доктор из Боткинской больницы то же самое. Она переболела в декабре месяце. Вот. Так, Дмитрий Геннадьевич, можете прокомментировать эту ситуацию? Ну, как минимум, я для себя понял, что людей, которые переболели, есть все бумаги на руках, что они заразились, переболели именно в формате медицинской предоставляемой помощи, когда сами предоставляли эту медицинскую помощь. Но говорят, что никаких 300 тысяч, сейчас на паузе, вот максимум 60. Это что-то некорректно? Человек понял? Я, конечно, могу пояснить. Нет, все понятно. Все понятно, о чем спрашивают. Во-первых, все эти медицинские работники, независимо от того, когда они заболели в прошлом году или в этом, те деньги, которые получали в прошлом году, получат и в текущем. Суть связана с тем, этих задержек небольших по продолжительности. Единственное с тем, что нормативный акт Санкт-Петербурга, на основании которого осуществлялись выплаты, в конце года закономерно закончил свой срок действия. Поэтому сейчас принимается новый, и та практика, которая была в Санкт-Петербурге, она возобновится. Повторюсь, все те медицинские работники, которые при исполнении своих трудовых обязанностей заболели, получат выплаты в зависимости от степени тяжести заболевания. Ну и фонд социального страхования, как правильно отметила мама заболевшего медицинского работника, они также продолжают те выплаты, которые были и в прошлом году. Это не вместо, это дополнительно, а те 30 тысяч, о которых, я так понимаю, Лариса говорила, я, Лариса, надеюсь, вы сейчас слышите наш эфир, да, они вам положены. Я так понимаю, как только бумаги все будут придены в должное состояние, не только те, которые у вас есть, но и там, где решают относительно выплаты, уже непосредственно выплаты эти поступят на счет. В связи с случаем, да, я обращусь к медицинским работникам, главным врачам, которые формируют акты, никаких команд на то, чтобы не давать медицинским работникам, переболевшим коронавирусной инфекцией, акты не поступало. Поэтому, пожалуйста, да, не создавайте лишней сложности при оформлении документов, делайте это оперативно. Большое спасибо за ответы нашей телезрительницы. Ну и вот мы как раз раз уже заговорили про вакцинацию, а насколько вакцинация, которая сейчас активно идет, может переломить ситуацию? Довольно-таки часто сейчас в средствах массовой информации муссируют тему, что все новые и новые штаммы этого вируса, коронавируса из других стран приходят. Насколько вообще вакцина защищает от новых штаммов коронавируса, которые постоянно появляются? Дмитрий Геннадьевич. Информации достоверной, информации достоверной о том, насколько защищает и от какого генотипа, не существует. В настоящее время все вакцины, которые доступны на рынке, они используются крайне ограниченный период времени. Но просто исходя из принципа производства вакцины и механизма ее действия, есть уверенность у специалистов о том, что вакцины, доступные, по крайней мере, в Российской Федерации, должны быть эффективны и при возникновении мутаций в циркулирующих вирусах. Ну и в целом, если говорить о том, насколько вакцинация эффективна, это самое эффективное средство для борьбы с любой эпидемией. Именно когда появляется вакцина, которая существовала долгие годы и, можно говорить, уже целый век. Иного способа профилактики и борьбы с пандемией не существует. Изоляция, она в любом случае невозможна тотальная и невозможна всегда. Вакцинация единственный надежный способ. На данный момент есть вакцины, которые одобрены. И сегодня, как мне помнится, стало известно, что одобрили вакцину, произведенную на заводе «Вектор». Вот часто возникали ранее в эфирах вопросы, о как скоро поступит эта вакцина на, ну даже не рынок Петербурга, а в принципе в Санкт-Петербург, для того, чтобы можно было сделать прививку. Забегая вперед, наверняка будут такие звонки поступать. Дмитрий Геннадьевич, можете прокомментировать? На самом деле, мне, как специалисту, не очень понятен такой интерес к различного рода вакцинам. Сейчас доступный спутник ВИИ обеспечивает замечательную эффективность, которая превышает 90%. Поэтому я не вижу смысла тем пациентам, которые откладывают вакцинацию именно из-за того, что они хотят вакцинироваться какой-то иной вакциной, ждать. Есть доступная вакцина, используйте этот шанс. Собственно, тот день отсрочки, который вы себе можете, как вам кажется, позволить, может оказаться фатальным. Большое спасибо за комментарий. Но я так понимаю, вот готов человек сделать прививку спутником ВИИ, наш телезритель. Но есть одно но. Вот как раз хотелось бы прояснить ситуацию. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Валентина. Так, Валентина, что на ваш вопрос? Вопрос у меня такой. Я хотела бы профилактироваться от коронавируса и сделать прививку, но я страдаю псориазом. Возможно ли мне прививка? Не является ли псориаз противопоказанием, я так понимаю? Дмитрий Геннадьевич, есть информация на сей счет? У нас есть вся информация, в том числе и на этот счет. Не является противопоказанием псориаза для того, чтобы вакцинироваться. В инструкции есть четкий перечень противопоказаний, что касается любых иных состояний, в отношении которых у пациента возникает сомнение. Стоит обратиться к лечиму врачу, и он оценит риск обострения существующих заболеваний хронических. И с учетом вашего статуса скажет, безопасно ли вакцинироваться, либо есть риски, которые превышают пользу от вакцинации. Ну и вновь и вновь, в очередной раз мы в эфире слышим, что есть здесь сейчас вакцина «Спутник Ви», которая показывает себя довольно-таки с хорошей стороны. Зачем дожидаться, если следующий день может быть фатальным? Это мы слышим от наших экспертов. Задумайтесь. Ну а теперь, продолжая эфир, Денис Александрович, а вы уже сделали прививку и много ли из медработников среди тех специалистов, которые ежедневно находятся на передовой, сделали прививку от коронавируса? Ну, я сам уже давно сделал, еще в октябре-ноябре прививку, да, и достаточно хороший титр антител был выработан. Естественно, это был «Спутник Ви», и прививка была нормально перенесена. После первой инъекции была легкая гриппоподобная реакция, в общем, достаточно закономерная в течение суток, которая легко снялась приемом протестамола. Вот вы задаете вопрос, будет третья волна, не будет третья волна. А на самом деле ответ на этот вопрос очень прост. Да, все зависит от нас и от наших граждан. Ведь посмотрите, насколько все это зависит от интенсивности прививочного процесса. То есть у нас, к сожалению, не так еще люди активно идут на вакцинацию. Хотя сейчас в городе созданы все условия. Пожалуйста, не хотите в медицинском учреждении, можно в торговом центре вакцинацию сделать. И очень жалко, что не все наши граждане хотят сегодня воспользоваться этой возможностью, защитить себя и защитить своих близких от тяжелого заболевания. Мы смотрим на опыт зарубежных стран, как интенсивно прививаются в Израиле, в Соединенных Штатах Америки. И всегда очень обидно, когда я спрашиваю наш вакцинальный кабинет, насколько большая, как люди записываются, насколько интенсивно на вакцинацию. Если раньше это было на 2-3 недели запись, то на сегодняшний день это 2-3 дня. Понимаете? То есть вот за что обидно. То, что при всех возможностях вакцинироваться, люди пока еще до конца для себя не решили, что это нужно сделать. Ну я вот в цифрах прокомментирую эту ситуацию. Я имею в виду по тем возможностям, которые предоставлены в Петербурге для тех, кто желает сделать прививку от коронавируса. Это бесплатно. Это российская отечная медицина, российские отечественные ученые разработали. В Петербурге сейчас развернуто 129 стационарных пунктов вакцинации, 106 из которых работают на базе городских учреждений здравоохранения. 19 в частных клиниках, еще 4 в федеральных и 8 пунктов вакцинации открыты даже в торгово-развлекательных центрах. То есть практически в шаговой доступности. Ну и в продолжении выпуска хочется отметить, что, безусловно, эффективной мерой, способной предотвратить развитие третьей волны эпидемии, является как раз массовая вакцинация. И в этом уверены многие специалисты. Сегодня прививка от ковид доступна для всех жителей города, повторюсь. И об этом напомнил глава Петербурга Александр Беглов. Прошел год с тех пор, как в нашем городе был впервые официально подтвержден диагноз ковид-19. Нам всем пришлось менять свои планы и образ жизни. Борьба над вирусом дает свои результаты. Самое надежное оружие сейчас – это вакцинация. Сам привился и хочу обратиться к тем петербуржцам, кто тоже готов сделать прививку. Сегодня пройти вакцинацию просто. Мы развернули в городе 129 стационарных пунктов и 10 мобильных бригад, в том числе в торговых центрах. Они работают и в будние, и в праздничные дни. Пропускная способность высокая. Мы наладили ритмичные поставки вакцины. Постоянно пополняем запасы. В марте ожидаем поступлений не только спутника ВИ, но и первых партий двух других российских вакцин. Прививка – важная часть так называемой новой нормальности. Необходимо научиться жить в присутствии ковида, адаптироваться к новым условиям. Я напомню, что заявки на вакцинацию от коронавируса принимают в том числе и специалисты Единой региональной информационно-справочной службы 122. Звонок бесплатный, как со стационарных, так и с мобильных телефонов. Номера на ваших экранах. Кроме того, операторы продолжают отвечать на все вопросы, связанные с COVID-19. И буквально в завершении выпуска успеваем задать еще по одному вопросу. Денис Александрович, вопрос финальный вам. Какие выводы, как вы считаете, мы должны сделать по итогам коронавирусной инфекции, по итогам того, как мы прожили этот год? Ну, какие-то финальные, наверное, выводы все-таки делать еще рано. Мы еще в процессе находимся пандемии, новой коронавирусной инфекции. Сейчас, на сегодняшний день, вывод очевиден. То, чтобы продлилась вот эта долгожданная тенденция к снижению второй волны, и не было новых подъемов заболеваний третьего, четвертого и так далее. Нужно как можно быстрее массово привить наше население, чтобы иммунная прослойка была существенная. Она будет суммирована с теми пациентами, которые уже переболели. И когда эта цифра общая людей, которые будут иметь иммунитет, либо приобретенный, либо после перенесенной инфекции, будет составлять порядка 80-85%, тогда уже эта проблема будет для нашего города решена. Поэтому на сегодняшний день только массовая вакцинация. Это мнение эксперта, это мнение главного врача клинической инфекционной больницы имени Боткина и Дениса Гусева. Ну а пока коллективный иммунитет в Петербурге не сформирован, вакцинация продолжается, остаются и некоторые антиковидные ограничения, действующие в нашем городе. Губернатор Петербурга Александр Беглов вынес изменения в постановление номер 121, вот копия этого постановления, о мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции. Документы опубликовали сегодня на сайте Смольного. Соответственно, в нем следующие пункты. До 28 марта продлевается ограничение на проведение публичных мероприятий, деятельность ночных кабарек, клубов, дискотек. Вместе с тем по 28 марта продлевается обязанность самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, а также перевод этих лиц на дистанционную работу. Ну и буквально полминуты есть для того, чтобы принять последний звонок. в прямой эфир. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Галина. Еще раз, я расслышу. Я из Севсорецка. Так. Галина, ваш вопрос. Я бы хотела спросить, я не знаю, переболела я коронавирусом или нет. У меня пропало обоняние, и вот я хотела бы сделать прививку, но я ее сделать не могу, потому что я не знаю, переболела я или нет. Что должна я для этого сделать? То есть есть некоторое волнение, да? Если не переболели, наверняка надо сделать. Если переболели, есть ли смысл? Дмитрий Геннадьевич, в завершении выпуска успеваем Галине дать какой-то важный совет, я думаю. Соответственно, обоняние, кажется, пропадало. Но вот сейчас, как поступить в этой ситуации? Если нет подтвержденного факта перенесенного заболевания, соответственно, идти и прививаться, идти и вакцинироваться. Если то состояние, о котором говорила телезрительница, было более двух недель назад. Большое спасибо, Галина. Я думаю, что этот ответ вам даст понимание, как поступать в данной ситуации. Ну а 40 минут, отведенные на программу «Петербург. Город решений» пролетели. Что успели вам рассказать? Рассказали. Все это время на связи со студией были председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец и главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев. Уважаемые эксперты, благодарю вас за уделенное время. Спасибо за внимание и вопросы нашим телезрителям. С вами был Юрий Щербаков. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова